Начинаем день вместе с программой Утренний Фрэш. Сегодня понедельник, 2 ноября. Первый день недели и начало нового месяца. Настраиваемся на рабочий лад, друзья. И в этом выпуске я, Влада Васильева, познакомлю вас с интересными фактами и расскажу о культурных событиях Гомеля. Мы начинаем. Ну а сейчас немного о погоде. На территории Гомеля и Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Возможен дождь. Воздух прогреется всего до 10 градусов тепла. Ветер с северо-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Ну и вместе с зонтом не забудьте взять маску и десс-средства. Позаботьтесь о своих близких и родных. Мы знаем, что каждый день хранит в себе важные события. Когда-то был изобретен самолет, а когда-то компьютер. Важные факты можно отыскать в каждой дате для расширения кругозора или любопытства. Перелистываем наш календарь на 2 ноября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сожигал свечку, читал молитву и приглашал всех на ужин. Перед трапезой открывались все двери жилища, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. А перед тем, как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку для духов. Вот такой славянский обряд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси вакцинировано против гриппа 35% населения. Что касается групп повышенного риска, то планируют привить не менее 75%. Речь идет о детях от 6 месяцев до 3 лет. С хроническими заболеваниями, пациентах с иммунодефицитом, людях старше 60 лет, беременных женщин, медицинских и фармацевтических работниках. Слову, в этом году традиционно планируется привить около 40% населения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске медиатор-адвокат Анна Журавлева расскажет о возможности раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы отметить, что имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого данное имущество зарегистрировано. И в случае распада семьи, либо по иным причинам, которые возникают у супруга, возникает необходимость раздела совместно нажитого имущества. Кодексом о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. И как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, в котором они могут предусмотреть иной, по сравнению с законодательством, порядок раздела совместно нажитого имущества, как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов, разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях. Однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супругов в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Завтрак – самая важная трапеза за весь день. Она поможет почувствовать себя лучше, зарядит энергией и настроит на продуктивный день. Первый прием пищи должен быть полноценным, и это не просто чашка кофе и бутерброд. Здоровый сбалансированный завтрак должен состоять из белков, медленных углеводов и полезных жиров. А идеальный вариант – это каша. Она очищает кишечник. А также полезным будет целезерновой хлеб, яйцо и творог или сырники. Ну а для вас, друзья, мы предлагаем посмотреть вкусный и быстрый рецепт «Завтрак аристократа». Внимание на экран! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Осенние каникулы – это повод прийти в Гомельске ГЦК на увлекательные и весьма интересные мероприятия. 4 ноября в 14.00 гостей будут ждать интеллектуальное развлекательное шоу. Это отличный предлог – потратить свободное время с пользой и удовольствием. А 6 ноября организаторы программы под названием «Мир игр» предлагают вместе с куратором отправиться в удивительное игревое путешествие, где ребят будут ждать множество эстафет и заданий. Возраст участников – 8-10 лет. Кстати, наша талантливая коллега открыла свою выставку в Музее истории печати и фотографии Гомельщины. Экспозиция под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением началось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта Model Talking Томаса Андреса в городе Коблинц. Гости музея увидят снимки, сделанные в концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре Томас Андрес, Анивецкий и многие другие. Друзья, у вас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу музыки и увидеть не постановочные, а эмоциональные и живые кадры. Не пропустите! А в целях культурного просвещения предлагаю вам посетить выставку под названием «Мои друзья» в картинной галерее Гаврила Ващенко. На ней представлены работы живописца Сергея Коваля. Большая часть из них составляет серию, посвященную известным художникам Пабло Пикассо, Марко Шагалу, Амиде Медельяне и другим. В наимном творчестве Сергея Коваля каждый найдет знакомые места и образы, удивится игре фантазии и яркости цветовой мозаики. Это был «Утренний фреш». Настраиваемся на рабочую неделю. Ну а погода пусть не влияет на ваше настроение. Будьте всегда на позитиве и оставайтесь на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова